Вот так составчик. Правление Нацбанка и руководство МИДа, позже еще и КГБ подтянется, а за ними бывшие министры. Впрочем, бывшими в этот понедельник стали многие. Все-таки кадровый день во дворце. Глава президентской администрации обычно сам представляет кандидатов. Но не в этот раз. Калауру за обновленную верхушку Нацбанка лично отвечать. Может и ничего особенного, но о громком деле дочки российского банка сейчас из каждого утюга. Внимание, как ни крути, повышенное. Каковы перспективы сегодня Белгоспромбанка в Беларуси уже вот с таким уроном для репутации банка? После определенных дискуссий с собственником мы могли бы совместно определиться с дальнейшей судьбой банка. А с критикой вы лично, как глава Нацбанка, сталкивались со стороны России? Наверняка вы участвовали в переговорах о дальнейшей судьбе банка. Наиболее, я бы сказал, бы такая чувствительная была реакция на то первое решение, когда мы предложили вместе с собственником актуализировать состав правления. Это решение просуществовало несколько дней, мы его отменили. Введение временной администрации – это как вынужденная мера. Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации. Мы ждем от российской стороны предложений по актуализации правления. Дело ясное, что дело темное, и о нем точно говорили. Не спроставить уже утром. В список участников включили главу госконтроля. С отмыванием денег Беларусь борется в полтора раза эффективнее России и почти в два раза успешнее, чем США. Уступить позиции, пусть бы и в рейтингах, все равно, что годы работы впустую. Вы, Павел Владимирович, головой отвечаете за ситуацию в банковском секторе. Вам были даны все полномочия и поддержка вам оказывалась всесторонняя. Но, к сожалению, надзор провалился. Эту тему еще дополнят. Может, и новый посол в США поможет. Все-таки спецслужбы этой страны раскрыли серые схемы российского банка. Что до оборота легального, речь почти о миллиарде долларов в торговле товарами, так все 12 лет дипломатической зимы новый посол этому способствовал. Вы в США работали и советником в посольстве, и были временным поверены. Ничего не скажу. Извините. Потом я готов. Сейчас нет. Потом прокомментирую. Сначала должно состояться. Когда речь о суевериях, ничто человеческое, дипломатам, похоже, не чуждо. А ведь уверенность в этом дне была только у экс-министра финансов. О его назначении в Великобританию президент еще раньше говорил. Министерство финансов вы решили покинуть именно по собственному желанию. Да, это так. Просили назначение именно в эту страну. Да, именно так. В разговоре с дипломатами всплыли детали переговоров с российским премьером. Неделю назад не один час они провели в этом кабинете тет-а-тет. Оказалось, политики даже Ермоловича успели обсудить. Кстати, его рекомендует Мишустин. Очень много мне про него рассказывал. Много нового. Даже то, чего я не знал. Среди таких персон новый директор Могилевского лифтмаша мог и затеряться. Но оказался-то продолжателем славного рода белорусских промышленников. Черткова Валера. Валерия, Валерия. Это отец твои, да? Он работал на трансмаши. Трансмаши, да. Я с ним очень хорошо был знаком. И когда посмотрел, думаю, неужели это сын Валера? Достойный был человек. Когда этих кандидатов президент утвердил, и на смену им в кабинет вошли назначенцы в погонах, посол в США доказал, что слово держит. На кого смотреть? На меня. Глаза разбегаются то ли от волнения, то ли от галантности. В пресс-центре прямо женский день. Нынче популярно. Тут и глава МИДа сам вызвался ответить на вопросы, хоть бы и на свои. Вы хотите нам о чем-то рассказать? Интересно. Вы можете вам ответить на этот вопрос? Такого пакета важных стран и такого высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю историю кадровых дней у президента, за всю мою бытность министром. А вот министрам далеко ходить не надо. Гомель ведь не за границей. Город настолько чистый, что президентский вертолет здесь садится хоть шумом, но без пыли. Кабина-то открылась, но появление этого молодого человека было слегка неожиданным. Позже покажем. Пока же внимание на другого Николая. С Напков все равно, что с корабля на бал. И с Китая сразу Гомель. Обычно в регионах первым ответ держит губернатор. Но видно, к первому вице-премьеру сейчас больше вопросов. Да и Гомель в целом город особый. Здесь президентский кортеж бывает чаще, хоть и проблем меньше, чем в 90-х. Тогда, чтобы завоевать доверие этих людей, Лукашенко трудился и в политике, и в поле. На Полесье и сейчас это помнят. У поликлиники очередь собралась. Не было и восьми. Классика жанра. Если бы она не была закрыта. Красную ленту при входе еще не перерезали. Но что за ней все необходимое и даже больше, уже не секрет. Оснащение под стать областной клиники. В районной первичке установили даже компьютерный томограф впервые. Это нас коронавирус научил тому, что компьютерные томографы нужны повсеместно. Это подстегнуло. То есть мы поняли, насколько это важно, и будем это делать гораздо быстрее. Цифры заболеваемости по коронавирусу пошли на спад. Каковы ваши прогнозы? Вторая волна, о которой много говорили. Надеемся, что вот такой масштабной второй волны у нас не будет. Но в любом случае готовимся, чтобы все необходимое в системе здравоохранения было. Министр здравоохранения в этом году самый частый представитель правительства во дворце. А для многих гомельчан, которые собрались во дворе клиники, это знакомство первое, личное. Даже спать не пошли эти дети, ожидали Александра Григорьевича. Да, столько времени прожидали. Но это, наверное, родители больше ожидали. Дети ждут уже неделю приезда Александра Григорьевича. А вы знали, что он приедет сюда? Мы знали, мы знали, какого числа. Вчера вечером были приготовления, и все думали, что он вчера приедет. А потом сказали, что он вчера не приедет, и все все равно ждали, стояли, смотрели. А вы сколько времени здесь стояли, ждали, чтобы президента увидеть? Два с половиной часа? Да, да, да. А как узнали, что он будет здесь? Случайно. Александр Григорьевич Лукашенко. Первый раз президента видите? Да, первый раз уже его. Добрый день. Мы готовы вам еще одну поликлинику построить. Но я пошутил, я пошутил. В этой шутке точно есть намек. Все-таки денег прибавится. Всемирный банк готов нас профинансировать аж под 300 миллионов. за хорошую работу с ковидом. И все эти деньги, плюс то, что мы в бюджете запланировали, мы направим в здравоохранение. И поменьше бы на борьбу с коронавирусом. Без того полмиллиарда рублей утекло. Кто не готов экономить на отдыхе, придется потратиться на карантин. За свой счет. Примерно 10 дней готовиться. Но это специалисты мне подскажут, какое решение принимать. Решение, может, и не популярное, как говорят в политике. Так ведь и поездка – это не предвыборный тур. А для кого-то из чиновников – что-то вроде мастер-класса. И недели не проходят, чтобы президент не призывал в люди идти. Тонька, поздороваться! Здравствуйте! Здравствуйте! Александр Григорьевич, восточный обход, 500 метров отсюда. Губернатор сказал... Делают проект «Мост и обход». Мы в следующей пятилетке вам подарим. В какой-то момент вопросы закончились. А вот просьбы сфотографироваться – не удержать. Но Гомель и здесь отличился. С моим сыном отдаем. О, а мне можно взять точки? Вот он. Можно мне ясно сцепка? Я собрался. Здесь фотографии. Николай, можно с вами кто-то потом сцепка? Можно сцепки? Можно сцепки? Сам его. Настроение вполне себе солнечное. Но тучи сгустились буквально. Даже интересно, сколько бы еще продолжалась эта встреча, если бы погода не подвела. Цены, занятость, зарплата. Эти слагаемые – зона ответственности экономического блока. В лицах – это правительство, губернаторы, нацбанк, законодатели и контролирующие структуры. В четверг – все в сборе. Здравствуйте! На территорию дворца заезжают автомобили только высших должностных лиц. Об этом протоколе мы как-то упоминали. И по машине сразу не поймешь, кто внутри. Кроме одной. Этот серый «Мерседес» – премьерский. Роман Головченко хоть прибыл последним, слово возьмет сразу. Но прежде только посмотрите, в комнате ожидания творится то, что сейчас называют нетворкинг. То есть доверительное общение, чтобы работать эффективнее. В таком составе эти люди только на совещаниях сейчас и встречаются. Вы в должности премьер-министра уже почти два месяца. Но это всего второй визит вашего дворец. Где сейчас проходит дни премьер-министра? Пестрая картина в кабинете, на предприятиях, в полях. Ну, приходится всем заниматься. Сейчас наложение такой проблемных, даже не проблемных вопросов, а просто острых для экономики. И выход из пандемии промышленности, и уборочная, и выборная кампания. Поэтому дел хватает. А ведь не просто так эти вопросы не стали проблемными. Международные институты предрекают Беларуси по итогам года падение ВВП на 4-6%. Наше министерство экономики говорит о том, что мы выйдем в ноль, но если постараемся, то даже с небольшим плюсом. Почему такая разница в прогнозах? Мы поспорим с международными институтами. Мы уже сейчас имеем гораздо лучшие результаты, чем соседние страны, более сильными, наверное, экономиками. Причина одна – то, что глава государства принял решение о том, что мы не будем делать, как на Западе говорят, шатдаун, и потом болезнь из него выходить. Поэтому результаты, наверное, у нас более оптимистичные, чем то, что нам предрекали. А ведь не Бутин так уверен, вряд ли перед докладом президенту было бы до смеха. Беларусь и правда сейчас дышит свободнее многих стран. У нас сегодня есть все и в сельском хозяйстве, и в промышленности для того, чтобы иметь хорошие результаты. Возьмите сельское хозяйство. Небывалый урожай такого никогда не было в истории Беларуси. Такие новости не всем по вкусу. Но это ведь не отменяет извечного про «кушать хочется всегда». Словом, эти люди для того и работают, чтобы было и что есть, и на что купить. И еще, кажется, у белорусских чиновников появился свой слоган. Лаконично, однако, автомобиль премьера в этот день убыл последним. Это точно не о новом спорткомплексе, не подумайте. Его меньше, чем за год построили. Но прежде чем дарить, надо ведь убедиться, что подарок достойный. Добрый день! Я еще подойду, подожду. Под крышей «Аквамарина» есть где развернуться и борцам, и легкоатлетам из местных дюшер. Даже для футболистов площадка нашлась. Не стадион, так бассейн. Для мышц это очень хорошо помогает. Это очень полезно. Перед футболом, особенно если тренировка у нас бассейн, а следующая тренировка, то это хорошо. Сменить ли бутсы на купальник? Теперь хоть выбор есть. Это первый бассейн в районе. Презент «Что надо» откроют, ведь для всех праздник, кажется, удался. Даже стол, можно сказать, накрыли. Только вот праздновать пришли не все. Кто-то, пользуясь случаем, а личным. Детали оставим, а вот механизм раскроем. Вот я попросил помощника, чтобы они мне разобрались. Разберусь. Спасибо вам! В такой толпе не разглядеть, но после того, как президент сам узнает детали, его помощник берет все на карандаш. Спустя время кортеж уедет, а поручения останутся. На следующей неделе я президенту полностью доложу. Так как я сам бывший генерал, я там близко мне тема, все сделаем. Свяжемся с Дином. Вы лучших настоящих. Настоящих не бывает, согласно. Нельзя. Настоящий генерал. После отъезда президента генерала, кстати, просьбами не забрасывали. Да и вопросов не задавали. Кто хотел быть услышанным, возможность нашел. Наталья Стельмах, Сергей Янковский, Павел Чайков. Субботний выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok